Всем привет! Недавно поменял вцепление, одновременно еще с этим поменял втулки стабилизатора. Все хорошо было, все отлично, хорошо было пару дней. И вдруг снова что-то застучало с левой стороны. Причем стук начался еще сильнее, чем было. Приехал на сервис, посмотрели, ничего не могли найти. Сказали, или амортизатор, или сайлентблоки рычага. Но я склоняюсь к тому, что сайлентблоки рычага. В общем, заказано новое сайлентблоки рычага. Прошел еще один день или два. И что вы думаете? Слушайте! У меня под капотом завелся В-8. Пошли смотреть, что там не так. Как тут спуститься и не навернуться? Ой! Опа! 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 И что же мы тут видим? А видим мы вот такую вот херню. Отвалилась труба, блин, от фланца. Все шатается. Такая вот красота. Банка Тойота. Еще не сгнила. Сколько ей? 13 лет. В принципе, ржавчина нет. Ржавчина только на креплении. Но прогнила гребанная труба. Я менял когда-то это колечко здесь. Колечком все в порядке. Цыка труба отвалилась. Грязище. Вот так вот и ездим. О! Я починил. Но ненадолго. Ну ладно, все понятно, что тут. Бляха-муха. Грязище. Вот так вот, блин, приходится ездить. Ладно, надо записываться. У меня сварочного аппарата нет. Приварить, надеюсь, получится этот фланец к трубе. Приделаю это обратно. Ну и потом менять передние сайлентблоки, передних рычагов. И будет все, надеюсь, в порядке. Пробег сейчас 313 168 километров. Продолжение следует. Мне пришли запчасти. Это для глушителя, болты, пружинки, прокладки и сайленблоки передние, сайленблоки задние для передних рычагов. По стоимости вот еще вышло и по виду это RBI. РБИ вроде, да, называется? Сделано в Таиланде. Такой вот номер. Он цельно литой. Цельно литой он, этот сайленблок. Ну и второй точно такой же. Так, это вот еще два сайленблока. Это у нас NSO 012 Made in Japan. Такой вот номерок у него. Nishina Corporation. Две штучки тоже. Такие вот пружинки, болты для глушителя и колечко. Колечко где-то вот еще вот. В общем, вот такие вот дела. Такие вот стоимости. Привет еще раз всем. Вчера, в общем, поменяли мне глушитель приварили, который я оторвал и поменяли эти сайленблоки переднего рычага, которые кругляшки такие. Вот что по стоимости вышло. Замена сайленблока 1100 за штуку. Сварочная работа и глушитель приварить 1100 тоже. Что-то, по-моему, дохренища. И по стоимости сайленблоков, не помню, показывал, не показывал. Вот эти вот сайленды, которые самые нижние, их поменяли. Вот эти вот, которые поменьше, их не стали менять, потому что они в очень хорошем состоянии. Смысла их менять нету. Так, вот эти тоже не пригодилось. Ни пружины, ни болты, ни прокладка глушителя. Поэтому все осталось у меня. Ну, когда-нибудь может пригодиться еще. Что хочу сказать. Стук не ушел. Все равно стучит где-то с левой стороны. Причем хорошо стучит. И причем по ровной дороге все хорошо. По мелким неровностям тоже вроде все хорошо. А по большим неровностям, когда машина ходит, подвеска ходит, начинаются стуки. Фиг знает. Может, рулевая рейка. Я хрен знает. В подвеске все сказали. Все отлично. Все проверили. Подозрения на амортизаторы. На амортизаторы работают. Может, топорный подшипник сверху еще стучит. Я хрен знает. Но боюсь, что снова рулевая рейка застучала. Сколько я 45 тысяч отъездил после ремонта. Блин, опять, что ли, ее ремонтировать? Со стуком такими ездить. Ладно. Всем пока.